Биогумус Здравствуйте, уважаемые дачники и огородники! Биогумус – это хлеб и лекарство для растений и почвы. Это основа плодородия. О том, как получить биогумус в домашних условиях, мы поговорим с заведующим лабораторией Аграрного университета города Луганска Сергеем Ивановичем Давыдовым. Какой же первый шаг в производстве биогумуса? Подготовка к разведению в домашних условиях дождевого компостного червя старателя начинается с заготовки корма. Что значит заготовки корма? Это подготовка углеродосодержащих и органических отходов, которые образовываются у нас в саду, в огороде. Если вы решили для себя заняться домашним разведением, компостных червей старатель, значит уже сегодня, а лучше бы вчера, вы начали заготавливать органические отходы. Как правило, что мы делали? Пропололи грядочки, собрали растительность, или сожгли, или в лучшем случае отнесли ближайший овраг, или же положили на межу с соседом. Может быть он свободнее и он вынесет. А ее надо, органическую эту массу, всю складировать. Желательно, конечно, измельчить. Почему измельчить? Потому что измельченная масса более быстрее поддается ферментации. Для этого необходимо отвести небольшой клочок земли, неиспользуемые под гряды. Это, как правило, используется с северная сторона, или где-то за зданием, или за сараем, или за домом, практически не забирая плодородную почву. Размер. Не обязательно заготавливать большую. Для обычного дачного участка, шестисоточного, достаточно метр на метр вот такого объема. Ну, максимум метр на два. Можно делать небольшой приямок, но лучше этого не делать. Почему? Потому что ферментация с доступом кислорода идет намного быстрее. То есть ваши органические отходы будут превращаться в компост, в корм для червя намного быстрее. И обязательно надо использовать ускорители ферментации. Сейчас промышленность выпускает очень много их разных видов, которые на основе бактерий, разрушающих и ферментирующих. Но я бы порекомендовал использовать вытяжки из биогумуса. Там полезная микрофлора почвенная собрана в полном наборе и в сбалансированном сочетании. Значит, там есть и ферментирующие грибы, и кисломолочные бактерии, ну и ряд других, и даже целлюлозоразрушающие бактерии, такие, как особенно бумага, там опилки, может быть, древесные, они медленно разрушаются. А используя такие виды, можно прекрасно подготовить за короткое время, даже вот сейчас начиная. И поздней осени или к ранней весне у вас будет прекрасный компост, готовый для червя. А чем можно ускорить процесс ферментации? Значит, для ферментации и ускорения органических отходов, я уже сказал, используем вытяжку из биогумуса, такая вот, как, например, Айдар. 100 грамм на ведро воды, и проливается компост ваш раз в месяц, достаточно это сделать. Или же такие препараты, как Байкал. Там тоже собрано большое количество ферментирующих микрофлор. Сколько времени необходимо для приготовления компоста? В естественных условиях компост готовится годами, идет разложение. А используя ускорители, такие, как я сказал, вытяжка из биогумуса, Айдар, или же Байкал, это происходит в считанные недели. Через 2-3 недели практически можно этот компост уже давать червю. Но полный процесс разложения происходит где-то в течение 2-х месяцев. Компост готов. Дальше? Дальше надо подать заявочку в клуб органического земледелия, что вы хотите приобрести дождевых червей старатель, так как вы хотите производить биогумус в домашних условиях. Компост мы приготовили, значит, привезли червячков из клуба органического земледелия, и заселяем. Заселение червя можно использовать, опять же говорю, в зависимости от тех условий, которые есть у вас возможности. Или же это ящики, или это гряда, или это у вас какой-то контейнер. Тут на что уже, говорит, вы способны? К сожалению, конечно, наша промышленность не выпускает такие вермиконтейнеры. За рубежом они есть. Но можно использовать даже вот такие простые пластиковые ящики, если нет ничего другого под рукой. Они практически в любом овощном магазине, и стоят они там, я не знаю, гривна, кажется. Можно приобрести эти ящики. Значит, заготовленный компост вы закладываете в эти ящики, и сверху устанавливается ящик с червями и с компостом. По мере червь поступает к вам, и вы получите червя не в голом виде, то есть не в баночке с червячки, а они будут у вас в родном субстрате. Субстрат или компост, это же выполняет двоякую роль и корм, и среда обитания. Как бы вы ни готовили свой компост, для червя все равно он будет чужой. Я всегда провожу такую аналогию. Человек жил на севере, питался рыбой, питался олениной, попал на юг. Совсем другая пища, совсем другой климат, начинает приспосабливаться, то есть идет адаптация. И чем разнообразнее у вас будет компост, корм, тем легче будет червю перейти. Значит, сначала он будет доедать свой корм. Но по мере поедания своего корма, он начинает пробовать новый. Не понравилось, снова ушел в свою гряду, где он был в своем состоянии. И в конце концов он адаптируется и перейдет на новый корм, и будет прекрасно развиваться. Вы сами прекрасно увидите, когда червь будет по всему территории ящика, значит он перешел уже на ваш корм. И субстрат превратится в такую комковатую, рыхлую почву, как муравейник, если посмотреть в лесу. Мелкие палочки, соломка будет выброшена наверх. Значит, пора подкармливать. Вот это первое правило. Значит, для подкормки вы же наносите небольшой слой сверху. Червь по мере переработки выходит в верхний слой. Ящики перфорированы, если это в ящиках. Если в гряде, значит это на верхний слой на гряду накладывается. Сергей Иванович, вот стоят перед нами ящики. Вот куда мы положим два ящика? Куда мы запустим червей? В верхний или в нижний? Нет. Ящик вы получите с червячками, это с родным субстратом, он будет внизу. И по мере поедания своего корма, червь будет искать, и он будет подниматься вверх. Подниматься вверх. Для этой цели необходимо, чтобы нижний ящик был полный и хотя бы на сантиметр, то есть не было пространства между двух ящиков. Тогда червь спокойно может подниматься через отверстие в новый корм. И уходить назад. Значит нижний у нас, вот сюда, будет здесь червячок обитать. Потом он будет, вот мы наберем полный такой ящик, да, он будет подниматься наверх, а это уже все будет готово. Мы можем его сымать. И дальше там будет наращивать или как? Нет, надо необходимо минимум 4 ящика иметь, для того, чтобы был замкнутый цикл. В первом ящике они у вас будут, второй будет выходить питаться, вы будете подкармливать, в третий поставите ящик, опять подсыпаете свой корм, компост, они туда будут выходить. И когда вы сверху поставите четвертый ящик, то нижний ящик практически останется, уже переработанный биогумус получится. Вы его спокойно можете забирать, высыпать и вносить на гряды, а в пустой ящик добавлять снова корм, и так процесс из четырех ящиков может у вас замкнуться и будет продолжительное время. Закончился у вас летний сезон. Ну, мы, например, одного ящика говорим. Ну, у вас уже за это время, там, 2-3 месяца, может быть, их уже 4 в ряду стоять ящика. Все, похолодание идет. Если есть такая возможность, например, какие-то летние кухни, например, или же подвальное помещение, то эти контейнеры можно забрать, опустить туда. По мере понижения температуры скорость питания червя тоже уменьшается. И практически зимой его раз в месяц можно подкормить кофейное гуще, заварка от чая, что там, очистки картофеля, которые будут появляться зимой со стола. Вот это для него будет подкормка. И он прекрасно при плюсовой температуре, там, 10 градусов плюс, он прекрасно будет себе зимовать. Я получила из Днепропетровска калифорнийских червей. Они были тоже так же в среде своей. Открыла баночку, поставила в погреб, и они у меня расползлись по всему погребу. Я их потом отславливала. Не будет такая же история со старателем. Червь-старатель отличается такими свойствами, его отличительные черты. Это усидчивость в вреде. При каких неблагоприятных условиях, недостаток влаги, недостаток корма, он очень усидчив. Очень легко адаптируется к новому корму. Может быть, у вас такая ситуация получилась, что вы новый корм дали, а он не очень-то ему понравился, и он начал искать что-то другое. Червь-старатель намного легче адаптируется. По поводу температурного режима. Значит, почему профессор Игонин, который родоначальник занимался этим вопросом, пошел по этому пути? Владимир. Это севернее Москвы, 350 километров. Очень практически плодородной почвы нет. Суровые зимы. Органической массы почвы очень мало. И червь, который был взят для селекции, обладал такими качествами. Выносливость, всеядность, потому что выбирать не с чего. А с Чуйской долины привезли ему, с Киргизии. Очень плодовитый, очень активный. Южная популяция. Вот из этих двух популяций получился такой старатель, который практически переходит более-менее безболезненно. Не могу сказать, что там идеально. Не буду врать. Но переходит на любой корм. Мы практически пробовали здесь у себя более десятков видов всевозможных органических отходов. Начиная, я уже говорил, там листва, навоз, это классические, грибные отходы, кто занимается грибами, кто занимается пивоваренной продукцией, кто занимается текстильной промышленность, кто занимается печатным изданием. Мы делали такие опыты, чистая бумага. И череп прекрасно работал на одной только бумаге. В России есть такой цех, это на Урале, который уничтожает ветхие деньги. Там сотни тонн уничтожаются. И внизу, в подвальном помещении, работает вермиучасток, который из этих денег делает биогумус. Прекрасно. Поэтому здесь старатель работает в этих направлениях очень активно. Влажность 75-85% для того, чтобы он и легко засасывал кусочки органики, и двигался. То есть, его тело покрыто кутиклой, он движется в этой, и как охрана его служит у него эпителий. Практически ни одно насекомое, ни одна бактерия, ни один вирус не в состоянии проникать и поражать его. За время наблюдения человечества, с времён Чарльза Дарвина, не было замечено ни эпидемий у червя, ни болезней. Вот это надо взять на вооружение. Я вам приведу такой простой пример. Я с ними уже занимаюсь 5 лет, просто поранил руку, нечаянно, где-то порезанную. Я, если нет под рукой медицинских средств, я занимаюсь с червями. Они работают в этом плане, обеззараживающие моментально. Достаточно взять десяток червей в руки, пообщаться с ними, и ваша ранка моментально будет заживать. Температурный режим содержания червя, это классически считается, плюс 15, плюс 29. Это нормальные, идеальные его условия, он прекрасно развивается. Но по старателю скажу, из своего опыта, опускалась у меня температура до плюс 2, и практически червь не погибал и прекрасно себя чувствовал. Но выше 32 градусов мы тоже не поднимали температуру, поэтому органическая масса может перейти, резко пройти процессы еще до разложения, так как компост, который используется для червя, он полуразложившийся. Поэтому температуру достаточно пролить просто водой, и температура может снизиться до нормальной температуры. Такой вопрос я ожидаю, что люди могут спрашивать, а как же подходит зима, если нет возможности хранить в подвале, или где-то в теплом помещении, как же быть в этом случае? В этом случае достаточно заготовить углеродосодержащий, как я говорил, или та же сена, солома и ветки, и несколько тяжелых предметов, таких как шифер, рубероид, и желательно, почему скажу, взять рабицу, мелкую сетку. Потому что зимой червь представляет собой сам, это белок, больше 60% белка, поэтому для грызунов это идеальный корм. Поэтому надо взять и оградить ваш вермиконтейнер, или ложи, или та же компостная куча, где они содержатся, от проникновения в гряду мышей, крыс, кротов, вот таким способом. Если нет сбитого ящика, значит достаточно вот таким предметом. Можно шифер положить, но надо обязательно закрыть. Сверху наносится полуметровый слой компоста приготовленного, сверху наносится еще полметра соломы, и укрывается это брезентом, или шифером, или досками. И практически в этом куче червь не промерзает, и он будет и перерабатывать потихоньку, ваш компост будет дозревать его служить кормом. И весной, раскрыв кучу, вы получите и в два раза больше и черви массы, и в два раза больше самого биогумуса, не касаясь к этой куче. Вот так-то просто и легко будет подготовить старателя к перезимовке. Это не сложнее, чем обычная процедура, но червь будет прекрасно себя чувствовать. Ответственный момент содержания старателя – это еще его влажность. Я уже говорил, содержание, чтобы среда была влажной, он движется там, его температура и все другие показатели. Но влажность компоста, он меньше страдает от переувлажнения, чем от недоувлажнения. Поэтому, пожалуйста, надо поддерживать гряду или контейнер постоянно во влажном состоянии. Взять компост, сжать в руке, и если у вас выступают капельки между пальцами, среднее сжатие, значит компост достаточно влажный. Если недостаточный, значит необходимо из леечки или поливилизатора верхний слой увлажнить. В летнее время рекомендовано укрывать вашу гряду или контейнер материалом, который будет защищать от света, солнечного света прямого, но воздух должен пропускать. Это и спонбонды, и другие материалы, которые пропускают кислород. Нет, значит просто накрыть шифером, но поставить пару реечек, чтобы проходил воздух. На открытом пространстве, конечно, это нельзя содержать. Вот такая влажность по требованию, тогда у вас будет процесс идти и разложение органики очень хорошо, нормально, и череп будет себя прекрасно чувствовать. А если какие-то нюансы возникают, до переувлажнения, например, то необходимо еще здесь момент такой сделать, чтобы или под ящиками, или под контейнером обязательно было пространство, куда могла бы уходить лишняя влага. Иногда люди делают ошибку, бетонируют и начинают поливать, внизу застаивается вода, получается болото, начинаются гнилостные моментально процессы, аммиак, сероводород, и посмотрели, а в гряде уже и нет червячков. Куда же они делись? Не могли никуда деться, а они уже погибли. Газообразование идет очень интенсивно, поэтому доступ кислорода должен быть, влажность и температура. Это основные требования. Если вы хотите получать экологически чистые продукты, смело обращайтесь в клуб органического земледелия, приобретайте червячков, заготавливайте компост, выращивайте безопасные продукты, которые у вас будут прекрасно храниться, с набором полным витаминов, и вы, употребляя данные продукты, будете прекрасно себя чувствовать, и будет время заниматься своим любимым делом, не мучаться с сорняками и с навозом на вашем участке. А я вас приглашаю, как председатель клуба органического земледелия, приходите в клуб органического земледелия, и вы будете получать и знания, и применять их у себя на дачных участках. К сожалению, время эфира закончилось, мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»